В 1818 году в баварском городе Вурцбурге поселился доктор Генрих Шпац с молодой женой. Доктор был человеком состоятельным, вел активную светскую жизнь и скоро стал одним из самых модных врачей в городе. Занимался благотворительностью, работал в больнице для бедных, написал несколько известных работ по военно-полевой хирургии. Ранее он был военным врачом в австрийской армии и лечении некоторых инфекционных заболеваний. Однако в 1831 году Генрих неожиданно распродал свое имущество и уехал в Чехию по приглашению Пражского университета. Через месяц после его отъезда в полицию Вурцбурга обратились два молодых медика, бывшие ассистенты доктора Шпацца, которые утверждали, что супруги Шпац были вампирами. Это можно было бы счесть глупой шуткой, но молодые люди указали на исчезновение некого Иохима Фёдера. Однорукий отставной солдат служил привратником в госпитале для бедных, где работал доктор Шпацца. И он действительно исчез за год до описываемых событий. Полиция произвела обыск в бывшем особняке доктора и обнаружила в подвале останки не менее 18 человек. Там же был найден скелет без руки со следами хирургической ампутации. Эти кости судебные медики идентифицировали как останки пропавшего Иохима Фёдера. Опознать остальные скелеты не удалось, их закапывали обнаженными. Тогда многие вспоминали, что доктор Шпац часто брался устраивать судьбу своих неимущих пациентов, как правило, нищих бродях. Вспомнили и другие странности из жизни доктора. Несмотря на то, что особняк Шпацца был большим, однако абсолютно вся прислуга была приходящей. Никто из слуг не оставался в доме на ночь. Власти отправили в Прагу запрос относительно доктора Шпацца и получили ответ. В Пражском университете таковой не появлялся и никакого приглашения ему никто не посылал. Попутно выяснилось, что в австрийской армии никогда не числился хирург по имени Генрих Шпац. Следствие зашло в тупик.